И еще несколько событий, о которых нам хотелось бы рассказать. Коротко о том, чем еще сегодня живет наш город. В рамках аукциона, состоявшегося на федеральной площадке госзакупок, определен подрядчик для проведения работ по замене дорожного покрытия сразу на трех улицах города. Дороги будут восстановлены на Белинского от переезда до Пролетарской, на Кирово от дома номер 2 до Революции и на всем протяжении улицы Карла Маркса. Победителем аукциона признана компания «Армдорстрой». Уточненная стоимость контракта составит почти 70 миллионов рублей. Согласно предварительным планам завершить ремонт всех трех дорог, подрядчик должен к ноябрю 2020 года. За последние сутки уровень воды в реке Ницца поднялся на 10 сантиметров и составил 608 сантиметров. Осталось совсем немного до отметки, когда паводковая ситуация будет считаться неблагоприятной. Напомним, для Ирбита опасным уровнем половодие считается 740 сантиметров. В ближайшие дни вода еще прибудет. Этому поспособствуют и дожди, которые ожидаются по прогнозам синоптиков. В целом ситуация под контролем спасателей. Центр общественной безопасности города Ирбита напоминает о соблюдении инструкций в период паводка.